Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого, певцу, барду, актеру, музыканту и поэту. Исполнилось бы 80 лет, даже страшно, такие цифры произносить. И вот вспомнить о нем, поговорить об этом неординарном человеке, мы пригласили Юрия Кублановского, одного из его товарищей, соавторов по легендарному альманаху «Метрополь». Добрый вечер, Юрий Михайлович. Добрый вечер. Была ли у авторов альманаха какая-то единая идеологическая платформа, или это был своеобразный протест против цензуры? Протест против цензуры – это и есть идеологическая платформа. Этого достаточно, да? Этого достаточно. Мы были все чрезвычайно разные, конечно. Но это нас всех объединяло в свободолюбии. И официальных авторов. Понимаете, у нас ведь очень широкая амплитуда была. Высоцкий приезжал на «Мерседесе», на наши посиделки, а я из церковной сторожки, понимаете, в ремесленные кирзи и в ватники приходил, работал в это время истопняком. Так что очень разные были люди. Но всех объединяло свободолюбие даже, скорее, не свободолюбие. И этим советским астцам, таким, как Кузнесенский или Ахмадулина, тоже захотелось, очевидно, кислорода. Культурного кислорода. Мы сегодня подобрали такие фрагменты из выступления Владимира Семеновича, где он ощущает себя частью великой русской поэзии, великой русской литературы. Давайте сначала послушаем фрагмент из поэмы Есенина Пугачев «Монолог Хлопуши». Бешеная кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я три дня и три ночи, и скала шумет, тучи севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр, черн его любит за буйство и ударь. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачил. Не надо отбрасывая, сдавай. И цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заглудится, заблудится. Эту голову с шеи шепить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот балако. И холодная, корявая вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я хочу сказать, что это уникальная запись, потому что ее нашли позапрошлым году подвижники такие из студии объединения «Ракурс», которые собирают видеоматериалы с участием Владимира Семеновича. Вот они нашли эту запись, по-моему, французских кинематографистов. Видите, даже Высоцкий оговаривается. Да, такое впечатление, что это репетиция. Да, это репетиция Юрия Петровича Любимова. У нас сейчас на связи наш коллега Леонид Вильхов. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер, Владимир. До Вас тоже своеобразным праздником. Я думаю, что день рождения можно. И друг друга поздравляют. Да, да. В каких спектаклях Вам запомнился Владимир Семенович более всего? Ну, более всего, я сразу могу сказать, что это, конечно, Гамлет. И преступление и наказание, в котором он совершенно грандиозно играл. Светрика Айлова это лучшая, на мой взгляд, его роль. И, конечно, Пугачев. Конечно, Пугачев, но и Павшие живые, но и Десять дней, которые потряшли мир. Всюду он был замечательный. Но все-таки его вот такие театральные вершины, как я считаю, это Гамлет, Светри Гайлов, Хлопуша. Спасибо большое, Леонид Датис. Галерий. Да. У нас сейчас на связи наш корреспондент ФРГ Юрий Векцер, тоже один из поклонников театра на Таганке и творчеству Владимира Семеновича. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Да. В каких спектаклях Вам особенно запомнился, в каких ролях Владимир Семенович? Потому что я так понимаю, что Вы видели все спектакли, ну, в смысле, в которых у него была пусть даже маленькая роль. Вы знаете, я к тому, что сказал Леонид Велихов, я видел действительно, по-моему, все. Добавил бы еще, конечно, одну грандиозную работу Высоцкого. Это роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад», который на Таганке поставил Анатолий Эпрос. Потому что там это был, как и Сидрик Гайлов, это, конечно, был период, когда Высоцкий, как актер, на сцене достиг, ну, своей высшей зрелости. И поэтому даже «Гамлет» сыгранный когда-то, первые спектакли «Гамлет» сыгранный в конце жизни, была бедна эта разница созревшего мастера. Я, например, «Гамлет» видел дважды, один раз за три недели до смерти Высоцкого. И это впечатление осталось у меня на всю жизнь. Я помню этот спектакль очень хорошо, потому что что-то меня потянуло, и у меня возможность была пойти второй раз. И это был жаркий очень день в Москве. И всем было жарко, и зрителям в зале, и актерам на сцене. И мне показалось, как я видел второй раз, что все актеры играют не в полную силу. Наверное, это было не так. Потом я ведь прочитал, что они за кулисами отхаживали Владимира Семеновича, у которого были проблемы с сердцем. Но на сцене я видел такую вещь. Я видел, что они все были на другом градусе, кроме него. Он был на высшем градусе. И потом, прочитав, что происходило за сценой, я, конечно, все это соединил. Поэтому Лопахин, Гамлет, Свидригайлов, да, конечно, это замечательно. Надо сказать, что он везде работал прекрасно. Я никогда не забуду одну вещь. Всегда ее вспоминаю. Высоцкий, уже будучи все-таки, ну, премьеров там не было в этом театре, но будучи все-таки среди первых, да, приезжал на спектакль «Павшие живые» только для того, чтобы сыграть один эпизод. Он гримировался под него. Он гримировался, он надевал костюм, он был таким запыленным по дорогам войны солдатом, который появлялся в спектакле на сцене, у стены сцены, и с песней «От границы землю вертели назад» шел на зал. Шел, спускался в зал. И так эта песня была рассчитана, что он уходил с последней нотой из зала, пройдя его насквозь. Ради этого выхода он приезжал на этот спектакль. Его роли там, кроме этой, не было. Поэтому, конечно, впечатления от его сгорания на сцене, они незабываемы. Спасибо, Юрий. Помните, Юрий Михайлович, когда после войны как раз вы, наверное, застали, когда инвалиды, они шли по электричке, по пароходу, и им бросали деньги. То есть Высоцкий так стилизовал эту песню под эту вот мизансцену, как будто он идет по проходу, и тоже, ну как инвалид Великой Отечественной войны. То есть он глубоко это все впитал в себя. Да, помню, было такое. Но потом их же всех собрали со всей страны из Рыбинска, в частности, на Валаам. Да, на Валаам. И они там дичали, жили в тяжелейших условиях. Да, причем даже у тебя, у кого были семьи, их семья оставалась. Ну, просто Сталин не хотел, чтобы, так сказать, они портили фасад советского государства. По-моему, это Хрущев сделал, Хрущев сделал, а не Сталин. Разве? Да, да, Сталин уже, конечно. Мы всех собак навешали, но это все-таки Никита Сергеевич. Попозже было? Да. Не знаю, не могу сказать точно, но помню, что в одночасье в Рыбинске вдруг все инвалиды пропали. А вы расскажите, вот как вы, вот круг авторов «Альманаха и Метрополь» воспринимали Высоцкого? Как поэта, может быть, или как такого, может быть, чуть-чуть, ну, я даже не знаю, как сказать, который чуть-чуть с высока уже всего достиг, присыщенного какого-то человека? Или он был заинтересован от начала до конца, выкладывался в это дело? Ну, я его на особицу воспринимал. Он таким и был, конечно, все-таки, соединял в себе столько дарований. Понимаете, я к нему не относился и не отношусь как к поэту. Это бард, это совсем неплохо, в этом нет ничего, так сказать, это отнюдь не более низкая ступень, чем поэт, понимаете? Брессанс и другие во Франции барды обстоят в одном ряду с самыми большими поэтами. Так что совершенно не надо думать, что если мы называем Высоцкого не поэтом, а бардом, что в этом есть что-то уничижительное. Я как к бардой к нему и относился, и, конечно, после того, как я столько десятилетий, как все мы слушали его магнитофонные записи, начиная с 63-го, 62-го года, то есть когда мне было 15 лет, и вдруг услышать, так сказать, как вот он поет в интимном кругу, за столом там, несовершенно не отнекиваясь, а вот Аксенов попросил, и он сразу охотно стал петь очень хорошие свои знаменитые песни. Вам дадут батон с дурчаткой принесете, вне батон и так далее, и так далее. Жил в гостинице «Советский» и «Советский человек», и другие песни. А давайте сейчас как раз послушаем опрос на улицах. Какие строки Высоцкого наиболее популярны у москвичей? Лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал. Поговори, как там со мной гитара семиструнная? Мой бег назван «Инаходю», а значит, по-другому, то есть не как все. Где мои 17 лет, на Большом Каретном? С вами неравненно здесь климат, оно идёт довольно одна за одной. Здесь закоммуникационирует коммуникация. Можно оснащить обрыв, обогнать. Мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Ура! Дорогая передача, в ту субботу чуть не плачет, вся канадчиковая дача к телевизору рвалась. Вместо того, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, краснобай и баламут. Пробесили науки перед тайной Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплёл, и канадчиковая власть и колли на второй укол. Я поля влюблённым, пустеливо, пусть поют что-то во сне и наяву. Я люблю, а значит, я дышу. Я дышу, а значит, я люблю. Прекрасная песня. Дайте Леониду спросим у Велихова. Вы при жизни Высоцкого какие его таланты более всего ценили? Или для вас это был единый как-то творческий такой, творческая личность? Вам слово, Леонид. Да, я думаю, что это будет абсолютное единство поэта и артиста поэта, прежде всего, потому что мне не очень понятно, что такое Барт. Это, конечно, поэт. И вот то, что это поэт доказывает, вот только что выслушали на нами опрос. У нас на улице, условно говоря, про Путина спроси, и не каждый что-то конкретное ответит. А про Высоцкого, которого 38 лет как нету, каждый цитирует строчку. И это, конечно, лучше всего. Свидетельствует, что это великий поэт, живой совершенно и современный поэт. Но это был, да, особый вид поэзии. Опять же, вот я бы именно актерской поэзии. Я, когда я думаю о его предшественниках в жанре, я прежде всего вспоминаю Вертинского. Потому что ведь все дело в том, как он играл свои песни, Владимир Семенович. Как и сколько его песен, очень большая часть написана от первого лица. Причем это первое лицо может быть кем угодно. Это может быть безногий инвалид, и это может быть микрофон, это может быть штанга, помост, все что угодно. Вот это вот совершенно грандиозное проникновение в суть образа, от лица которого он разговаривает, это было актерское начало Высоцкого. Я считаю, даже более сильно выразившееся, чем непосредственно на сцене нашего дорогого, обожаемого театра на Даганке. Так что это, конечно, абсолютное единство актера и поэта. Спасибо. Вопрос Юрию Вехсерову. Кто из, может быть, коллег или современников, или из театральной среды, кому было присуще как раз понимание того, что Высоцкий – это великий человек? Например, Юрий Петрович Любимов. Как осознавались, что в его театре играет такой незаурядный творец? Я думаю, что Юрий Петрович, безусловно, осознавал это довольно быстро. Хотя Высоцкий, как актер, на Даганке первый год был одним из, скорее даже, ну и, безусловно, не первым, потому что первым, пожалуй, в тот момент казался всем Николай Губенко. Но Высоцкий рос так стремительно, и Любимов, безусловно, это видел. Любимов брал его на свои расширенные худсоветы к Капице, и там он впервые стал петь. И там появились первая, вторая, третья, четвертая песни. От него требовали, от него начинали ждать уже песен. И это тоже его подстегивало, конечно, и потом из него, как-то, я бы сказал, как по-русски говорят, поперло это все. Но то, что Высоцкий, к тому же, трагический актер, не всякий актер в состоянии на сцене сыграть в трагедии, Высоцкий это мог делать. Любимов это видел. И поэтому дал ему Гамлета довольно рано. Еще был Галилей, значит, и могло быть еще многое другое. Например, Анатолий Эфрос очень хотел снять Владимира Семеновича в роли Печурина в своем телеспектакле, помню, называется «Журнал Печурина», где его сыграл Даль, но просто Высоцкого на телевидение категорически не пускали. И Эфросу не дали утвердить Высоцкого в этой роли. Но были люди, причем не только те, кто были с ним рядом, хотя среди тем, кто был с ним рядом, были, конечно, те, кто понимали его незаурядность сразу. Это и Филатов, это, безусловно, и Бортник, из близких к нему в театре людей. Я не настолько, конечно, знаю эту жизнь. Но хочу сказать и другое, что, конечно, эта мощь и эта сумма талантов, она вызывала у коллег-актеров у некоторых не лучшие чувства. И Высоцкому завидовали, многие говорили, не хочу называть сейчас фамилии, что я не хуже актер, почему же ему столько внимания. А это так оно и было. Он был личностью огромной, с таким обаянием, которое переливалось и в его роли. И это раздражало самолюбие других. Пока он был жив, с этим как-то претенпевались. Когда он умер, это было потрясение для всех. Таграм-корсов, безусловно, они были, ну понятно, смерть близкого товарища. А вот когда потом они играли спектакль Владимир Высоцкий, то там сгадание, это его антипатия к нему, некая зависть к нему тоже проявлялась. Но уж настолько мощный, он был личностью, такие люди не бывают любимыми всеми ближними, рядом стоящими. Но понятно, что была масса людей, поэтов и непоэтов, которые понимали просто это явление, этот подарок нам всем, который мы получили в лице Владимира Семеновича. Спасибо, Юрий. Юрий Михайлович, а сократил ли вот век Высоцкого, его непризнанника в качестве поэта? И то, что «Альманах Метрополь» тоже в 79-м году вышел и остался тиражом 100 экземпляров? Я думаю, нет. Во-первых, вышел его хороший сборник «Нерв» уже, с предисловием, если не ошибаюсь, Роберта Рождественского. Во-вторых, он был все-таки достаточно самодостаточный человек, так я скажу. И не то, что он комплексовал, что его там не считают поэтом, как иногда я читаю. Может быть, ему хотелось быть поэтом. Конечно, он очень обрадовался, когда впервые в «Метрополе» увидел свои стихи, большую подборку своих стихов. Напечатанный. Ну, конечно, это всегда радостно. Да, я помню, довольно большой он туда отдал. Объемный текст. Да, да, да. Вот. И... Ну, нет, конечно, не это сократило его жизнь, а сократило жизнь его присущей в натуре неуемность. Ну, вы имеете в виду именно чисто по здоровью? Конечно. Ну, да, давайте о грустном не будем. Сегодня гостин день рождения. Давайте послушаем еще один фрагмент. И он доказывает, что Высоцкий никогда не старался, что ли, выпячивать свою личность, потому что он, как рядовой хорист, поет вместе с Золотухиным песню на стихи Александра Пушкина «Дорожные жалобы». Долго ли мне гулять на сцену, то в коляске, то в коляске, то в верхом, то в кибитке, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то в телеге, то пешком, ни в наследственной перлоги, ни средь отчетских могил на большой мне знать дороги. Умереть, Господь судил на большой, на большой, на большой местной дороге. Умереть, умереть, Господь судил. Вопрос Леониду Вильхову. Леонид, а вот некоторые жалеют о том, что Высоцкий там раз в 10 или 20 пробовался и не попадал в большие кинокартины из-за цензуры, которая была объявлена конкретно на него. Но стоит ли так расстраиваться, зато ему это дало свободное время для написания его прекрасных песен? Как Вы считаете, Леонид? Я думаю, что у него, как у всякого гения, было, конечно, в сутках не 24 часа, а больше. Поэтому, наверное, ему времени хватало на все. Именно потому, что он действительно 24 или 25 или 26 часов в сутки жил творчеством, он поэтому так рано и сгорел. Но все-таки, я думаю, он был человек, вот я это знаю, он был человек ранимый. У него совершенно не было никакого комплекса превосходства. Он был уязвлен тем, что его собратья поэты не признавали поэтом, и мы это знаем, и знаем по этому поводу высказывания. Он был уязвлен тем, что при жизни ничего у него, кроме стихотворения в журнале «Химия и жизни», если я не ошибаюсь, не было опубликовано. Ну вот не считая «Метрополя», который, кстати, был таким самым издатским плодом. В кино, например, ну помимо ролей, на которые его не утверждали, ну были фильмы, та же «Интервенция», которую он очень дорожил, которая была положена на полку, и где он играет главную роль, которая вышла после его смерти. А сколько в фильмах было еще, вот что вспомним, Володя, сколько в фильмах было песен, которые были ему заказаны, которые он писал и которые не выходили. В «Бегстве мистера Макинли» в фильме Михаила Швейцера, с Данатом Баньонисом, главной роли, 9 песен он написал, а прозвучала одна всего. Говорят, что Швейцер боялся его пригласить на премьеру, чем я не пригласил, но боялся некоего, так сказать, со стороны Высоцкого, потому что Высоцкий был, конечно, в шоке. Это было для него абсолютным сюрпризом, что из 9 песен вошла только одна. Так что все это, конечно, по нему било. Он был, как всякая творческая натура, артифическая натура, и тем более натура, так сказать, гениального, что называется, калибра. Он был человек очень уязвимый, очень ранимый и обидчивый. Так что все это бесспорно било по нему. Било по нему, он не шел никогда, так сказать, что называется, все поверх барьеров. И вообще, это тоже Пастернак это выражение употребляет, на самом деле тоже. Все они были люди очень ранимые, и всем им непризнание, конечно, или несправедливое, незаслуженное обиды и поношение, всем им, конечно, век укоротили. Спасибо, Леонид, вот вы упомянули Пастернак, давайте послушаем, как Высоцкий так положил на ритмическую основу стихотворение Бориса Леонидовича «Гул затих». Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем бегу. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей носи. Если только можно, авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в пресействе, жизнь прожить не более перейти. Юрий Михайлович, действительно ли Высоцкий так болезненно воспринимал то, что его в профессиональный цех не принимают? Как помните, он на такой сцене написал, что его по-отечески так похлопывают поэты по плечу и говорят, не стоит рифмовать, хочу торчу. Это из его песни такой известной. Вы знаете, я помню такой эпизод, сборник «Нерф», я немножко у меня аберрация памяти вышел, конечно, уже после его кончины. Так получилось, что как раз этот сборник, я жил в это время в Париже, привезли в магазин «Мкопресс», а мы там встречались с Иосифом Бродским. Вот на наших глазах распаковывали пачку, и впервые я увидел, так сказать, книгу Высоцкого. Мы пошли с Бродским в кафе, и он сказал, ну вот открой, наобум, прочитай что-нибудь, сразу поймем, поэт это или не поэт. Я открыл и прочитал строчки, которые я потом, я даже не знаю, пел ли он это когда-нибудь, строчки эти были такие, ей-ей траливали, ей-ей траливали, если б моя милая жила в полуподвале, и я бы тогда у форточки приседал на корточке, мы бы до утра прокуковали, проворковали. Я бы тогда у форточки приседал на корточке, мы бы до утра проворковали, Бродский сказал, гениально. Вот я помню такой эпизод. Действительно очаровательнейшие строчки. И такого у него много. И музыка, я вот терпеть не могу, честно скажу, когда он поет с оркестром. Я считаю, что его тексты для гитары, я люблю, когда он сам себя аккомпанирует. Да, тем более, вот недавно стали класть на, затирать, стали его гитару, дорожку звуковую, и туда подкладывать музыку оркестровую. Я считаю, это варварство, варварство просто. Но эти первые его пластинки, которые Марина Влади выпустила на Западе, она тоже там с оркестром. Я прослушал, и хотя песни там чудесные, я был все-таки немножко разочарован. Кстати, я хочу уж уточнить один тут из его поклонников строчки Аполлона Григорьева. Процитировал вместо него про гитару. Это Аполлон Григорьева. Давайте послушаем тогда еще один фрагмент, где Владимир Семенович на стихе Андрея Вознесенского исполнил песню, которую он тоже переложил на свою ритмическую основу. Это называется «Песня Акына». Ни славой и ни коровой, ни тяжкой короной земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милостей на денёк. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, Чтоб было с кем пасоваться, аукаться через степи. Для сердца, не для лации, на два голоса спеть. Чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разов, Из раненых губ моих поднял, царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоём, Меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до крова, одиночеством окружён. Пошли ему Бог второго, такого, как я, и он. Я хочу ещё раз напомнить, что это уникальные мы смотрим кинокадры, потому что студия «Ракурс» удалось в архивах таллинского телевидения в Эстонии найти вот эту запись, которую больше никто не видел. А вот до этого мы показывали, как они поют дорожные жалобы на стихи Пушкина. Это вообще уникальная съёмка, потому что отдельно существовала такая, как бы, немая плёнка артиста Подхолзина, где просто все открывают беззвуковые дорожки. А отдельно нашли в радиорубке звуковую, как бы, партитуру этого вечера. И свели на компьютере, и получилось 45 минут вообще небывалого концерта Высоцкого, где вот он поёт эту песню, ещё ряд других, они все есть, изданы в студии «Ракурс». В каком году это всё было, не знаете? Вот «Дорожные жалобы» они пели на 15 лет театра, значит, вы считаете, это 79-й год. Высоцкому остаётся один год до его ухода из жизни. Потом вот «Пастернака» он пел, это началось в месяц этих годов, это в Югославе сняли, когда он там снимался в фильме «Последняя дорога» нашего военнопленного играл. И вот он в Черногории сделал такой маленький видеофрагмент, где рассказал о своём театре, о себе его тогда ещё никто там не знал. А вот это вот, Вознесенского, это вот и есть сталинское телевидение «Эстония». То есть, в основном, даже вообще ни одного фрагмента кино авторства советских кинематографистов нету. Всё снимали только иностранцы. Интересно, вот Высоцкий даже как актёр повлиял на мою поэзию. Он так генерально сыграл «Белого офицера», «Служили два товарища», что под впечатлением этого образа, я потом несколько белогвардейских стихов дописал, тогда ещё мало что даже понимая, собственно, в том, что такое гражданская война. Но это гениальная, гениальная у него роль, вполне на уровне с Янковским и Быковым, хотя и маленькая. Да, ещё тогда Высоцкий не знал, что он женится на Марине Владе, которая была дочкой «Белого офицера», которая эмигрировала в Париж. Леонид, вопрос Леониду Вильхову. Какие Вам кинороли запомнились Владимира Семёновича? Интервенция, опасные гастроли, плохой хороший человек, «Служили два товарища». Конечно, «Вертикаль» из таких первых его ролей с замечательными песнями. Ну, все, наверное, все роли, которые он сыграл в кино, они все запомнились, хотя я бы не сказал, что вот в кино у него были такие, конечно, роли, какие у него были в театре. И в этом смысле вот мы затронули тему «Любимого», но я считаю, что без «Любимого» не было бы «Высоцкого» и без «Высоцкого» не было бы «Любимого». Это была какая-то такая вот потрясающая пара какой-то, нелепое слово. Но это были такие отец и сын духовные, друг друга вдохновлявшие, воодушевлявшие. Ну и вспомним, что, в общем, «Любимого»-то взял «Высоцкого» в театр за песни, «Высоцкий» пришел показаться, что-то он там сыграл, а потом он стал петь. Он, кажется, 35 минут пел, и «Любимов» это все слушал. Так что все-таки в кино есть замечательные, прелестные роли, и я совершенно согласен, что «Служили два товарища», небольшая роль, прекрасная им сыгранная. Но все-таки, как актер, по-моему, «Высоцкий» — это театр. И даже такая ирония судьбы в том, что духовный отец пережил своего духовного сына в два раза. То есть Илья Петрович почти до 100 лет дожил, а «Высоцкий» в 42 года ушел. Встретились два харизматика, это большая редкость, конечно. И, так сказать, их творчество, да, вот так вот в залог соединилось. Да, я помню, почему «Гамлет», какого числа я смотрел, я смотрел его 7 октября 1977 года, когда мне было 18 лет, я видел «Гамлета», потому что он был 7 октября, в день, когда приняли Конституцию. Знаете, Конституцию 77-го года, мы уже забыли. Которую не помню. Брежнева. Вот ее днем приняли, а вечером был спектакль «Гамлет». И там Джабраилов, Феликс Антипф играют двух, играют уже, говорю так, по привычке, играют двух могильщиков. И к ним приходит принц Гамлет. И они говорят, что вот они же афилируют могилу. И говорят, а как же ей теперь, можно ли ее хоронить? И вот Джабраилов этому Антипу говорит, ну если по новой Конституции, то есть они это обыграли сразу за этот день. Это типичная таганка. Да, если по новой Конституции, то, конечно, нельзя, но по старому и еще... Очаровательная история. Вот, поэтому, Леонид, а вы были когда-нибудь на концерте, где Высоцкий, ну на концерте Владимира Высоцкого, что называется, как в Театре Марка Разовского? Да, 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 доводилось, например, в Дубне. Причем даже сейчас вот точно достал Бразцов с вопросом, и не вспомню, какой это был год. В Театре Образцова был на концерте, вот, да, было такое счастье. А вам удовлетворилось вот слышать Высоцкого в кругу как раз авторского коллектива Митробовеца? Да, 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 да. Он пришел туда с Боровским, с Боровским старшим, только-только с аэродрома, где он ездил. До этого за несколько дней он вернулся в Россию из Франции, кажется, а может быть из Штатов, где его обшмонали и отняли у него все, что он вез, книжки, пластинки и так далее. И потом вернули, по-моему, да? Вот, вы знаете, вернули небольшую часть, и он как раз приехал на встречу с нами, это было в квартире покойной Евгении Гинсбург, матери Василия Аксенова, и приехал в ярости, потому что все главное, чем он дорожил, так и не вернули. И он говорит, а я-то им привез по диску Бони Эм, и я сказал, мать, вот тебе Бони Эм, тебе Бони Эм, пусть вам будет стыдно. Вот это я помню первый рассказ его, когда он только вошел и еще не снял дубленки, да. Да, а вот по воспоминаниям Виктора Ерофеева, он когда позвонил в эту мастерскую, он спросил, здесь делают фальшивые деньги? Это не мастерская, это маленькая однокомнатная квартирка была на аэропорте. А, ну потом иногда собирались, я знаю, у миссереров, и было Ахмадурины. А, ну это уже другое, это уже было, когда Метрополь был готов. Да, то есть такая была фотография. А готовили Метрополь вот на этой маленькой квартирке. Да. Как вы считаете, вопрос Леониду, достойно ли сейчас отмечают наши, ну СМИ даже, не назовешь, наша пресса, может быть, вот этот ювелир? Молодь, ну тут трудно, тут трудно, чем измерить. Я все-таки считаю, вот, хоть слава Богу, хотя бы его вообще не замалчивают, не, как-то так сказать, не переоценивают. И еще вот, понимаете ли, такая масть, что и Путину он нравится. Так что в этом смысле все на уровне. И создан этот музей, ему даны какие-то возможности. Вот вчера, значит, было объявлено о том, что там несколько десятков миллионов будет брошено на этот музей. А в музее действительно и Никита, и Людмила Владимировна, они несерьезно, в общем, этим музеем занимаются. Это деньги, что называется, не на ветер. Так что в этом смысле все, пусть-пусть-пу, хорошо. И вот это действительно доказывает. Ну вот, понимаете, ну вот как Пушкина все-таки ценили, да, и цари, и русская интеллигенция, которая была в речной оппозиции к власти. И вот так и с Высоцким. Так и с Высоцким. Да, но вот обычно голубые мундиры не любили Пушкина, и в частности Фадей Булгарин. С Фадей Булгарином, но как-то и Бенкендорф его поэзию ценил, и Николай все-таки сказал, я буду твоим цензором, да? Никому он такого не говорил. Нет, 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 понимали. Понимали, с кем имеют дело. Конечно, приезжал в провинцию, куда ехал? Сразу к губернатору. А Пушкин-то? Конечно, попробуй сейчас. Да, я уже придумал сюжет «Ревизора», «Гоголь подарил». «Гоголь подарил», да, 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 да. Нет, я считаю, что судьба Высоцкого просто завидная в данное время. По сравнению, например, с Александром Галичем, который совершенно несправедливо полузабыт. Да, и недавно было 40 лет со дня его ухода из жизни, и никто не отметил. Никто, да. А ведь тоже прекраснейшее явление, гениальное по-своему. Да, и даже в Высоцке некоторые песни, например, «Письмо с ярмарки», он чуть-чуть, это перекличка с Галичем, вот то, что «Потому что я люблю тебя, глупая». Потому что, да, 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 да. Это Галич с Галича? Да нет, это Высоцкого песня. Да, из Высоцкого, но у Галича есть такие стручки. Да, 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 но вот я говорю, что это такая своеобразная какая-то автопародия, и, по-моему, Галич был знаком с ней. Вообще, когда Высоцкого мало было своих песен, он исполнял песни Галича, Висбора, и даже... Да, я слышал несколько раз. Он пел, вот это, например, он пел «Если я заболею, я, короче, обращаться не стану». Да, 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 прекрасная песня, это стихи Смелякова, по-моему. Да, Смелякова, а музыка Юрия Висбора. Леонид, как Вы считаете, вот если Вы сказали, что не удастся, например, Путину перетянуть высоцкого числа своих сторонников заочных, то почему вот именно вокруг его имени никогда не возникает скандалов, например, и Говорухин, который представлен из штаба Путина, и буквально там некоторые вот члены бывшей альманаха «Метрополь», которые как раз... «Метрополь», да, «Метрополь», да, которые оппоненты нынешней власти, они вот вокруг фигуры Высоцкого, никогда никаких споров у них нет, потому что этот человек объединял всех вокруг себя, как Вы считаете, Леонид? Володя, потому что должно быть даже в России хоть что-то святое. Вот это я считаю, это святыня, это Высоцкий. И вот действительно не возникает, хотя мы помним, что Говорухин как-то сказал, что вот если бы Высоцкий был жив, значит, он поддержал бы Путина, Игорь Кахановский, замечательный друг Высоцкого и поэт и все прочее, в моей передаче сказал, что если бы Высоцкий был сегодня жив, он бы был в оппозиции, он бы был с Навальным. Но это все Высоцкий как бы, ну он действительно, он уже парит над всем этим, над политическими какими-то дрязгами, над политическим противостоянием. И мы все на него глядим в хорошем смысле слова снизу вверх. И те, кто считает себя там владыками этой страны, и предвыжными этого владыки, и те, кто считает себя просто русским человеком, русским интеллигентом, русским рабочим, как угодно. Спасибо, Леонид. Кстати, недавно, согласно опросам недавних социологов, Высоцкий на втором месте по популярности в России после Юрия Гагарина. Да, потому что, ну такой фигуры объединяющей больше, по-моему, не нашлось и не найдется. Вот оказался народный, действительно, народный бар такой, что-то говорит, он все в себя вместил. Да, да, и слава Богу, что вот Вы сказали, вот такая посмертная судьба, когда есть и музей, и есть и собрание сочинений, и есть и, ну в общем, экран, да? Конечно, конечно. Тут очень важно, что остались люди, которым было, так сказать, у которых была возможность присмотреть за тем, за его наследием, и его как-то опекать, понимаете? Потому что есть несколько творческих наследий, и не осталось тех, кто мог бы это наследие продвигать. Например, был прекрасный, очень талантливый, Евгений Винокуров, кто его сейчас помнит? Потому что не осталось от Винокурова никого. Так вы знаете, у кого трагическая судьба, у наследия, у Иосифа Бродского, его же вдова последняя, она запрещает в России впечатать без своего согласия. И поэтому, кстати, не видите ни одного, ни российского издания академического нет у Бродского. Там вообще творится на разом какой-то, это особая история с наследием Бродского. Да, 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 просто потому что... Я сейчас не хочу даже об этом говорить. Это Высоцкого бульоня, хотя там, конечно, спорят наследники, и Никита спорит всегда с Мариной, кто там последняя была жена-вдова. Но, во всяком случае, ну, более-менее хотя бы в семье, хоть мир остался. Я помню в «Новом мире», я хотел написать детские стихи Бродского, неизвестные. Пришел какой-то ржеманный мальчик, идиотического вида, но считающий себя, видно, интеллектуалом. Хорошо, мы будем прорабатывать, будем прорабатывать этот вопрос. То есть не дал? Нет, ну, он ушел, я решил, все, я больше связываться с этим не буду. До свидания. Да, к сожалению. А у Высоцкого, видите, шлюзы открыты. Да, да. Вот, кстати, Леонид, Вы считаете счастливым судьбу наследия творческого Владимира Семеновича? Ну, слава Богу, конечно, конечно. И, между прочим, по отношению к наследию все ведут себя благородно. И даже Марина Влади, которая отдала огромное количество каких-то вещей, вот таких архивных, его личных вещей, рукописей в музей, которым руководит Никита. Так что вот у них могут быть какие-то, так сказать, там, значит, какая-то ревность и все прочее. Но когда, извините за то, что дело касается дела, они на это дело все готовы работать. Потому что, опять же, они понимают. Они понимают, с кем имеют дело и какое значение фигура действительно имеет для России. Я, между прочим, вот уже в Вознесенского имя прозвучало, там, стихи его восполнил, что-то вот Вознесенский очень хорошо написал. Четыре строчки на смерть Вознесского, которые, как мне кажется, очень много в себя вобрали. Ты жил, дышал и пел с усмешкой. Любовь российская и рана. Ты в черной рамке не уместишься. Тесны тебе людские рамки. Прекрасно сказано. Любовь российская и рана. Да, да, да. Это когда Высоцкий умер всерьез, написано. А были стихи годом раньше, когда была клиническая смерть. Там тоже есть сильные строки. О златоустом блатаре, рыдай России. Какое время на дворе, таков мессия. Это тоже, я считаю, гениальные стихи. Но слава Богу, Высоцкому еще остался год жизни. Потому что мы знаем этот эпизод трагический, когда у него клиническая смерть наступила в Самарканде. Тем не менее, его друзья его спасли в тот раз. А вот в Москве их не нашлось. Кстати, какие-то были, может быть, криминальные или другие версии, когда в Вашем кругу о его гибели? Ну, Вы знаете, в те времена, когда умер Галич, так неожиданно в Париже, тоже считали, что это небезно, так сказать, чтобы Леонзе и Провысоцкого. Вечерние Москвы со скульптурой. Это позорище, конечно, было. Но то, что криминальные версии, я считаю, это, конечно, чепуха. А так же, как и в случае с Галичем. Да. Леонид, Вы тоже не верите в плохое, считаете, что все... Нет, тем более, что я очень хорошо помню, как мы об этом в семье узнали. Нам рано утром позвонила Мальсевна Мерхольд, внучка Алексея Владимировича. И сказала об этом, как о трагическом таком событии, но никакого криминального солидания не имевшего. Мне кажется, такой версии не существовало. Это были слухи. Да, она порождена в основном тем, что молчали долго об этой смерти, не хотели... Не хотели портить Олимпиаду, потому что... Не хотели портить Олимпиаду, не хотели печатать некролог. Получается, его уравняли бы, так сказать, с элитой, которые не хотели его причислять. Ну, помните, когда умер Пастернак, тоже сообщили о смерти члена Литфонда. Да, да. Так что тут он, так сказать, в хорошей компании оказался. Да. Память о нем. Я был на похоронах тогда, тоже на Олимпиаде мы работали студентами. И как раз благодаря этому я оказался в Москве. Как вы считаете, Леонид, вот то, что сегодня прошло 80-летие, доказывает ли вообще то, что посмертная слава Высоцкого, что правильно российский народ оценил его личность, как вы считаете, Леонид? Абсолютно. Доказывает от малого до великого. Доказывает вот этот вот опрос, на который мы уже ссылались. Причем, действительно, вот даже этот опрос... Юрий Михайлович сказал, что там строки Аполлона Григорьева. Две гитары за стеной, да. Аполлона Григорьева, который Высоцкий пел, у него же есть эта цыганочка, да? Да, да, да. То есть вот как бы в представлении людей, может быть, так сказать, не обремененных знанием вообще большой поэзии широкой, но Высоцкий, и это в себя вобрал, и это тоже, и это такая, так сказать, такая ошибка, оговорка, тоже, мне кажется, хорошая и свидетельствующая о каком-то таком вселенском и всероссийском значении Высоцкого. Да, да, да. И, кстати, еще один такой случай. Вот друг Высоцкого Василия Шукшин, у него была любимая песня «Калина красная». И он так и умер, не узнав, что это написал Йоанн Фрэнкель, то есть у этой музыки есть автор, и есть автор у стихов, то есть, ну, так некоторые подозревают Василия Макарыча в некотором таком, ну, короче, бытовом антисемитизме, только он так и не узнал, что эту песню написал Йоанн Фрэнкель, так что вот, может быть, это отчасти рифмуется. Ну, давайте, раз сегодня такой день заздравный, Как Вы считаете, да, вот хотел Вас спросить, какие, как Вы считаете, удачные Вы памятники на Петровском бульваре, на могиле Владимира Семеновича? Или они уже... Я считаю, что на могиле памятник просто отвратительная безвкусица. Руковечник. Прямо скажу, прямо скажу, да. И Марина Влади сама была возмущена. Да, там содержится нехороший намек, что его запеленали перед смертью. Да, да, да. Ужас, безвкусица. А вот на бульваре, по-моему, хороший. Мне тоже нравится. Да, он хороший. Всегда туда ходили его друзья, никогда не ходили на кладбище, а ходили на Петровском... В этом памятнике есть сердце, а в могильном это только бессмысленный какой-то пафос. Да, вот как известно, Марина Владица хотела кусочек метеорита, да. Да, да, да. Это было бы гораздо более логично. А вы как считаете, Леонид, достаточно ли уяковечено имя Высоцкого в топонимике российских городов и вообще в Москве, может быть, даже? Вам слово. Ну, я не знаю, достаточно или нет. В отношении такого человека, сыгравшего такую роль в судьбе вот уже скольких поколений, и продолжающего играть, тут не может быть, наверное, понятия достаточности. Памятники, да, один более удачный, другой менее удачный. Но, мне кажется, такому человеку есть памятники. И это хорошо. И это хорошо. Мы живем действительно в такое время дефицита памяти. Сейчас вообще у людей, у многих людей память, как у рыбы, 3 минуты. Все очень быстро забывается. Все очень быстро пролетает. Поэтому будет такой памятник. И такой памятник, и сякой. Кто-то остается и спросит, а кто это, если он вдруг не знает. И он скажет, а это вот Высоцкий. Так что... Да, и это какой-то уникальный пример. Вот, например, мой сын, который родился в 81-м году, на следующий год после смерти Владимира Семеновича, для него как живой, реальный и любимый автор. Так что и вот то поколение, которое собирает сейчас, вот его по крупицам собирает материалы о нем, архив, вот то, что мы сейчас видели. И сейчас они нашли еще несколько тысяч фотографий, представляете, неопубликованных в Канаде, где Высоцкий записывал свою вторую уже пластинку под гитару, то, что его не любили под оркестр, а так он написал в Канаде под гитару. И вот эти ребята из студии Ракурс, они ее нашли, эти фотографии, и должны их издать, потому что... Ну, то есть еще есть наследие, которое предстоит освоить. Конечно, конечно, есть для специалистов, то есть не только для широкой массы зрителей. И я считаю, Леонид, вот к вам обращаюсь, что не стоит Высоцкого раздирать на, так сказать, на политические лагеря. Как вы считаете вообще? Конечно, Высоцкий наше общее достояние, как Пушкин, как Лермонтов, как Пастернак, как Акматова, как Гагарин. Мы все имеем право им гордиться. Да, вы как считаете, Юрий Михайлович? Конечно, с этим не поспоришь. С этим не поспоришь. Тем более, вот что удивительно, что ведь его, так же, как и песни Галича, многие песни Высоцкого на советской основе, на основе советских реалий. И тем не менее, они понятны сегодняшней молодежи, которая уже совершенно воспитана в других реалиях и представлениях. Вот что чудесно. И кроме того, звучат строки, которые уже людям известны из других источников, они иногда вдруг спохватывают, что это оказалось стихи Высоцкого. Песни его действительно пережили время. Да, пережили время. И пока был жив Юрий Петрович Любимов, вот я знаю, сегодня, кстати, какой-то спектакль по стихам Высоцкого показывают, не в театре на Таганке, а в музее театра на Таганке. Там, по-моему, выпускники какие-то Никиты организовали. То есть, оказалось, что это живое творчество еще человека. То есть, оно еще интерпретации поддается. Правильно? Да, да. Такая энергетика, видите, что она не гаснет с десятилетиями. Да. Не блекнет, не меркнет. Я уверен, что вот этот год, объявленный годом Высоцкого, и то, что сегодня прошло 80 лет со дня его рождения, а летом будет, соответственно, сколько же тогда, 42 года, да, со дня его ухода из жизни. Да, 42 года. Этот год надо вспоминать почаще Владимира Семеновича, который такой неизгладимый, в том числе мистический какой-то след оставил в нашей литературе. Да, вот несколько встреч, а я помню все, как он был одет, все его жесты, просто впечаталось в сознание. Впечаталось в сознание. Я помню, он мне рассказывал, я его спросил, тогда только-только вышел фильм Полянского «Магбет», который подвергся большой критике. И вот он мне рассказал, как он смотрел «Магбет», а говорит, я вцепился в подлокотники кресла, у меня костяшки побелели. Это Романа Полянского? Да, Романа Полянского, да, только-только вышел «Магбет». Да, ну вот, в общем, такой у нас оптимистический финал, потому что мы верим, что творчество Высоцкого еще принесет нам свои сюрпризы. Он охранится в воздухе, еще программа «Грани времени». Микрофон работы Владимира Николаевна за старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штеменов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова